Привет! Всем привет! Как слышно? Всем привет! Так, сегодня у меня по планам читать ваши комментарии в ВКонтакте и Инстаграма, то, что вы мне писали. И посмотрим еще сегодня фильм противочумные костюмы выдали... Нет, не врачам, как вы могли подумать, их выдали полицейским. Эти костюмы, как раз-таки которых не хватает врачам, их раздали полицейским. Ну что, пойдем фильм сначала смотреть или сначала почитаем комментарии. Называется вирус молчания. Это в каком регионе России? Это 17 километров от Москвы! Это вот этот барак! Это в 17 километрах от Москвы, если вы не поняли. А врачей на них сколько? Три. Три врача на 54 человек? Да. Это нормально? Это нормально. То есть они успевают? Успевают. Не думал, что такой красивый, следящий за своей фигурой девушке будет парень толстяк? И не мама тебя фоткает? Жаль. Спасибо, Бяка, за 100 рублей. Ну, видимо, это после расследования банана пришли такие сверхразумы, которые поверили в его рассказы из-за совместных фотографий. Очень интересно, да. И не мама тебя фоткает? Я видел, я видел, я все видел. Ужас какой! Я была практически голая. Вот что на мне было, да? На мне была маска, которую я в то время стирала там постоянно. На мне был этот колпачок. Вы же представляете! Они не закрывают. Врачи становятся главными переносчиками этой заразы. Они заражают здоровых людей. Это же пиздец. Нужно позволить больницам самостоятельно заниматься закупками. То есть даже если у меня есть... Может быть уклон к тому, что во власти жулики и прочее дерьмо при Сталине не было. Чего при Сталине не было? В скобочках не уверен. Блядь. Кому не похуй на Алсу, во-первых. Кому не похуй на Шоу Голос. И как вообще-то можно эти два фильма сравнивать? Тут фильм, блядь, про святых людей, которые работают, несмотря на то, что, блядь, они могут умереть просто. Мимо проходил. Ну, видно, сделано для пиара видео. Какое правительство плохое, а фонд хороший. Заносите деньги. Я даже не удивлюсь, если тебе занесли за видео. Госдеб. Да, кто там еще? Обама лично, блядь. Трамп, нахуй, чемодан денег занес. Конечно, блядь. Да, конечно, это все вранье. Но и вообще коронавируса не существует. Вот вы лично видели, вот вы лично видели того, кто умер от коронавируса, вот на ваших глазах. Вот вы лично видели? Нет, значит, его не существует. И вообще это все, это все вранье. Все эти фонды, это все развод лохов на деньги, да. Я, в принципе, считаю, что сейчас не время разбираться, какое у нас государство. Сейчас нужно сделать все для того, чтобы вот как можно меньше людей мы похоронили, как можно меньше людей заразились, переболели и потом страдали от последствий. И как можно быстрее это все закончилось. А вот потом, пожалуйста, разбирайтесь, где были госзакупки, где была помощь от правительства, где было еще что-то. Вот сейчас я даже думать об этом не хочу. Просто невозможно поверить, что это на самом деле происходит, что главврач вместо того, чтобы обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, строят стену от них. Строят от них стену. Почему? Почему такое отношение к врачам? Вы представляете, врач, насколько это ценный человек для общества. Сколько лет его готовят? Сколько лет уходит на создание этого врача, чтобы его выучить? Сколько? Их просто используют как расходный материал. Вот вы говорите, Карина, успокойся. А почему вас это не вызывает, такую бурю эмоций, как у меня? Почему вы смирились? Я, я честно, я на это смотрю, я просто, я поражена нахуй, на глубины души. Я в шоке, я в ахуе, блядь. Мне по-другому не сказать. То есть нельзя взять ни у благотворительных фондов, свои же, собственно, тоже не выдают никаких средств защиты. Врачи вынуждены покупать за собственные деньги, за эту вот зарплату мизерную, 13 тысяч рублей марлю, блядь, стирать ее по несколько раз, носить, ходить в этой марле, которая никак не защищает. И у вас это ничего не вызывает? Вам похуй? Вы живете тут? Он берегом нас на своего помощника. А тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили за его время. Нормально за его время. Нормальный такой ценничек, да? А что? Нормальный такой ценничек, чтобы интервью дать? Ну, правильно, да. А что? Он же неспроста у Соловьева там тусит постоянно на его эфирах. Вот Соловьев ему, видимо, и платит. Выбирают не по таланту, не почему, не по уму, а просто чтобы красивый отчет, чтобы бумажки. На бумажке все хорошо, на бумажке у нас все отлично, чтобы выше отчитаться, а те, кто выше, отчитаться еще выше. Вот так вот, вот такая система. Отлично. Причем в реале происходит полный пиздец. Но главное, чтобы на бумажке все было хорошо. Всех запугали, все вообще там молчат. Они слова не говорят против. Они злятся все на меня, что я вот так вот... Вы представляете, вот как мне не бомбить? Ну, вот я сейчас пытаюсь себя сдержать изо всех сил. Вы представляете? Единственная, единственная, которая не побоялась сказать о том, что происходит. И все, все сплочились против нее, потому что она подняла шум, потому что она не стерпела, потому что она не замолчала. Насколько нужно запугать людей, чем? Я не понимаю, чем запугивают людей, когда... Вы представляете, что может быть такого? Что может быть страшнее, чем смерть от коронавируса? Что может быть страшнее? Насколько нужно запугать людей, чтобы они об этом молчали? Вчера, например, у меня была совершенно потрясающая история, когда мне позвонил губернатор крупного региона, который мы обеспечили СИЗами, и сказал, спасибо вам большое. И я сказала, я буду следить за историей главных врачей этих больниц. Вы посмотрите, есть нормальные губернаторы, даже есть губернаторы, которые... Хочется, чтобы после того, как мы помогли, этих людей уволили. Он сказал, нет, что вы, увольнять мы никого не будем. А вы говорите, что все плохо в регионах. Карин, привет, хотел выразить благодарность, что понимаешь такие важные темы и все, что происходит в России. ПС, я сам работаю фельдшером, нам выдавали одноразовый СИЗ, но это не спасло. Блин, ну зачем же ты мне задонатил? Ну, я понимаю, спасибо тебе огромное, ну, блин, мне реально, мне не хочется деньги от людей брать, от фельдшеров, я понимаю, блин, 300 рублей, 300 рублей-то много, зачем ты мне задонатил такую сумму? Тем более ты сейчас заразился, ты же не сможешь работать, зачем ты мне задонатил эти 300 рублей? Ну, мне даже неприятно просто деньги принимать от людей, которые работают, которые спасают жизни, несмотря... рискуют. Блин, спасибо тебе огромное, но мне реально прям как-то не по себе аж стало. Левших там около 100 тысяч уже, по-моему. Около 100 тысяч. А пусть они предоставят статистику, сколько в нашей стране онкобольных людей с хроническими заболеваниями, которым нужна... Да, а почему проникнули? Почему они не ставят, ну, не предоставляют такую статистику? Куда их делать, что их делать? Сколько у вас умрет людей, которым вы не оказали помощь? Да, вот в чём проблема. Вы свернули лагерь на территории коммунарки. Ну, хорошо, разверните какую-нибудь палатку на территории какого-нибудь вокзала, я не знаю, для людей, которым нужна помощь. Мне тоже нужна помощь. Так, значит, вот я сейчас процитирую Путина из его нового эфира. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией, просто как можно быстрее отменить все ограничения. Если кто-то может заболеть, то пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрёт, значит, такова его судьба. Вот, вот это заявление, которое он делал на предыдущем своём... Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. Вот это его слова, это слова Путина, верховного лидера, это слова верховного лидера. Водит, да водит просто, наверное, уже на удалёнке работают, блядь, спамят, посмотрите, у неё муж, ебать, не слушайте, у неё муж есть, не верят её словам, она вообще русофобка. Там что угодно придумывают и про мужа, и про русофобию, и про что угодно. И вообще есть такая теория сейчас, например, в Италии, что коронавирус стал просто обычным ОРВИ. То есть, чем большему количеству людей он передаётся, тем менее он агрессивным становится. То есть, они его просто переносят в более лёгкой форме. Чем больше людей, тем он становится менее агрессивным. Есть такие теории, но это только теории. Я не утверждаю, что так на самом деле будет, но я на это очень сильно надеюсь. Я на это на самом деле очень сильно надеюсь, что просто вирус сам себя изживёт. Один тот же человек мне пишет два вопроса. Каково это быть капсом популярной? Я даже не знаю, как на это реагировать. А ты носишь браслеты? И ты думаешь, блядь, что у тебя в голове? Почему у тебя такая хуйня абсолютно незначительная? Волнует, блядь. Где ты живёшь? Спрашивает человек. Я не знаю, почему такие вопросы мне задают. Ты кто? Ты фейсбэшник? Почему тебя интересует, где я живу? Я что, Саша Спилберг? Или кто? У меня, по-моему, вообще, в принципе, стримы, блог мой не про это, не про мою личную жизнь, не про то, как я покакала, пописала, какую я, блядь, шмоточку новую купила, у меня обновочка там или ещё что-то. У тебя есть личный оператор-таксист. Вау! Нет, нет, меня Святой Дух снимает и водит машину, тоже Святой Дух. Они реально из этого превратили, из этого, я не могу это назвать праздником, для меня это не праздник, это скорбь, это день скорби, для меня это не праздник. Они из этого превратили просто какой-то хайп, я не знаю, как это ещё назвать, просто какой-то... Что ты думаешь о теории, что Билл Гейтс и правители хотят убить семь МЛРД? Я даже не знаю, что на это ответить О, мама, мама прибежала, смотрите, мама, 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 значит, такая вот С портретом Путина Потому что топовые немцы толпой вышли бастовать против карантина Отлично, классно Мам, почему ты пишешь вообще-то с моего аккаунта? Почему ты такие вещи пишешь с моего аккаунта? Во-первых, я тебя прошу не писать, заведи свой личный аккаунт, где ты назовешь его I love Putin и пиши это, окей? Ты лично видела хоть один труп, как говорят, что их горы? До сих пор есть такие люди Кто этот человек? Давайте зайдем к нему на аккаунт Все, кашляю, пиздец Операцию на сиськи делала? Ну что, вроде мы будем заканчивать, потому что у меня магазин закрывается Надо еще магазин, два магазина успеть Не поебать Не насрать Вы думаете, я вас уничтожу? Я вас уничтожу? Мне похуй Всем желаю здоровья Следите за собой За своим здоровьем Пейте витамины, носите маски, перчатки Всем хорошего дня, вечера И до скорых встреч Всем пока Пока-пока Всем спасибо Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok